Друзья, всем здорова, с вами проект Фирумком в лице Дмитрия Луценко и Сергея Шихайлова. И сегодня у нас 24 февраля 2017 года, время на часах 8.47 и мы пишем очередной выпуск флога и под это дело желаем вам Доброго утра, хорошего настроения, спокойной ночи, крепкого здоровья, приятного аппетита, Чтоб все у вас получалось и чтоб все было хорошо, и были деньги и держитесь там, вот. И на этом моменте мы будем переходить к первой и последнее время полупустой рубрике «Жизнь Фирумком», где Дмитрий Леонидович расскажет нам про, что он купил себе Hi-Fi плеер Fio X52 и сегодня я буду его распаковывать и снимать это видео. Вот, моя прошлая неделя прошла в болении с температуркой и герпесом на морде лица, который вы видели в прошлом флоге, поэтому мне рассказать вам совершенно нечего, вот, и поэтому мы будем плавно переходить к рубрике анонсов, и я скажу, что на следующей неделе я уже наконец-то надеюсь победить сравнение, которое я должен был победить в начале этой недели, сравнение Huawei Mate 9 и Xiaomi Mi Max, вот, и там уже наконец-то буду браться уже за обзоры техники, которая нас ждет. Вы нам что-то скажете? Ну да, у меня уже смонтированы и срендерены, и сегодня будет заливаться на Fairroom Live сравнение OnePlus 3T и, господи, Huawei Mate 9, вот, и снято сравнение для Fairroom.com по сценарию более кратко, OnePlus 3 и iPhone 7, вот, я его буду монтировать уже, наверное, на следующей неделе. Ну и распаковка, о которой я уже говорил, вот, тоже будет относительно скоро. Хорошо, от меня анонсов больше не будет, потому что, так как я прекрасно прочувствовал на этой неделе, что еще ничего обещать не надо, особенно очень много, вот, то я ничего говорить больше не стану, и мы будем переходить к рубрике новостей, и начнем мы по традиции с новости от Дмитрия Леонидовича. Хорошо. В интернете всплыли слухи о том, что скоро, в марте, скорее всего, будут представлены сразу три iPad'а, один 9,7 дюймовый, один 12,3 дюймовый, и, скорее всего, эти две модели будут в рамках серии Pro. И одна модель будет премиум формата, так скажем, 10,5 дюйма предварительно будет диагональ экрана у этого аппарата, и, скорее всего, он будет безрамочным, то есть на лицевой панели, кроме экрана, нифига не будет, и рамки будут супер тонкими. Будет ли это все в рамках серии iPad Pro, или 10,5 дюймовая модель заменит серию Air, или это будет вообще какая-то новая линейка, пока что неизвестно, но есть веские причины предполагать о том, что iPad'ов будет три. Вот. Мне, если честно, очень интересна ценовая политика, потому что iPad'ы, в принципе, не очень дешевые, и если модель будет премиум, то очень интересно прямо, сколько она будет стоить, насколько она будет дороже, и самое главное, это то, насколько удобно будет пользоваться планшетом, в котором нету рамок, потому что, как известно, за вот эти вот толстые, якобы неудобные рамки в iPad'ах, очень удобно держать планшет одной рукой, прижимая вот, так скажем, вот этой частью ладони планшет. Вот. А насколько удобно будет, если этой плоскости, на которой нифига нет, не будет, вот это вот очень большой вопрос. Хорошо. Мы переходим к новости номер 2, которую уже рассказываю. Я стала известна информация про 10-нанометровую однокристальную систему Samsung Exynos 9 Series 8895. Ее Samsung разрабатывала параллельно с совместной разработкой Qualcomm Snapdragon 835, если я не ошибаюсь, он так называется, и это будет первая 10-нанометровая однокристальная система от Samsung. Это их супер-пупер новая клевая разработка, которая якобы обеспечивает 27% прирост производительности при снижении энергопотребления на 40%. Супер. Это в сравнении с моделью Snapdragon 821. То есть это будет очень экономный проц, который при этом как бы мощный. Я как обладатель Xiaomi Mi 5S на 821 могу сказать, что 821-й Snap значительно экономнее 820-го. Ну, это конкретно вот в моей модели хорошо заметно по сравнению с Mi 5, у которого 820-й. То получается, что 8895 Exynos, который, получается, батарею вообще жрать не будет. Так что, если он будет в каком-то там Galaxy S8 Edge Plus минус 14, и в нем будет аккумулятор условно там, ну, помечтаем, на 3500 мАч, я думаю, его заряжать смело можно будет раз в два дня. Вот, и жить он будет нормально. Хотя, это только проц. Хрен его знает, что же они туда навешивают точных-то характеристик, мы не знаем, смартфон-то не показали. Помимо того, значит, что к этому процу еще привязали. Графика там будет Mali-G71, как бы мощная, как бы новая, как бы современная. Поддержка дисплеев с разрешением 4К, это 4096 на 2160, это в мобильном устройстве. Или же WQXGA, это почти 4К, это 3840 на 2400. Это больше, чем 4К. Ну, это более квадратная картинка. Да, ну, просто 4К, это 3840 на 2160. Согласен, вот, и камеры с разрешением 28 мегапикселей у нас теперь поддерживаются, и запись видео в 4К с частотой кадров 120 кадров в секунду. Это пух-бух, вот. В общем, процик, как бы, обещает быть клевым. Вот, я искренне надеюсь, что ребята из Samsung доведут его до ума и выжмут. В частности, меня всегда, в первую очередь, графика интересуют. Вот, я надеюсь, что из Mali-G71 они выжмут максимум. А если они еще и свою камеру научат, ну, в своих смартфонах, научат писать 4К, даже не 120 FPS, а 60, это будет, как я говорю, бомба рынка. Вот, это будет очень-очень клево. То есть, процик у них, как сказать, перспективный. Если они не натупят и больше, чем 2К-картинку в свои флагманы ставить не будут, в экран имеется в виду, вот, то, наверное, с этого процца можно будет выжимать очень многое. И еще в новости написано, что смело можно предположить, что именно это SOC, ну, System on Chip, то есть... Чипсет, да. Вот, наряду с Qualcomm Snapdragon 835 можно будет, возможно, будет использоваться в смартфонах Galaxy S8, Galaxy S8 Plus. Окей, ждем. Напоминаем, что новости, о которых мы сегодня будем говорить и вам рассказывать, можно будет легко и просто найти в описании нашего ролика. Мы всегда их там оставляем. И мы будем переходить к чему, Дмитрий Леонидович? И мы будем переходить к нашей... Любимой. Краткой. Нет, для начала она любимая. Нет, она в конце любимая. Она самая краткая, но от этого не менее. Лаконичная. Любимая нами, да. Лаконичная, самая краткая. Лаконичная. Лаконичная. Но от этого не менее любимая нами рубрика под названием «Вопросы на ответы». Дорогих радиослушателей. Супер, замечательно. И начнем мы с Ютуба, так как в социалке мы написали посты буквально только что. Ок, ок, ок. Вот, и первый коммент я сейчас посмотрю под нашей записью. Алексей Егоров пишет, молодцы, спасибо. Иван Черненко пишет, я первый, хорошо. Алексей Шестеров, будет ли сравнение флагманов серии Asus Zenfone 2 и Asus Zenfone 3? Нет. Вот. Потому что Zenfone 3 в принципе уже не свежая, а Zenfone 2 так и подавно, и мы за это браться не будем. Абсолютно да. Сергей Шестаков, привет, уважаемые ферумчане, с удовольствием смотрю ваши обзоры, заказал себе Mi 5s версии 428, теперь в раздумьях может немного доплатить и взять OnePlus 3T. Нет. Так если вы заказали себе зачем? Вы сейчас будете себе геморрой искать с тем, чтобы продать по адекватной цене Mi 5s, а потом вы будете докладывать и покупать OnePlus 3T. В итоге вы, может быть, немножко выиграете по камере. Всё. Ну, по прошивке вы играете субъективно. Субъективно. Но я бы за это не гнался. У вас и так уже хороший телефон, зачем? Да. У вас... Власов Евгений, скажите, пожалуйста, на Xiaomi Mi 5s USB Type-C 3.0 или 3.1? Ох, я никогда этим не морочился, если честно. Понятно. Человек Google сейчас поищет. Окей. Если... Эндрю Ремизов пишет. Вы зачем местами поменялись? У вас самые интересные обзоры. Так держать. Большое спасибо. Если я не ошибаюсь, мы местами не менялись уже, наверное, месяц. Я не знаю. Ну, не три флога точно. Много уже времени не менялись. Дальше Виталий Дюс пишет. Смотрю вас, не пропуская ни одного видео. Молодцы. Что можно еще сказать? Позитив, информативность. Все на высшем уровне. Удачи вам. Спасибо большое, Виталий. Кстати, мы в жизни, феррунком, забыли сказать все-таки одну очень важную вещь. Спасибо, что вы хотя бы до этого момента досмотрели, дорогие друзья. У нас, скорее всего, возможно, перед тем, как мы выпустим этот флог, возможно, чуть-чуть после этого, будет совместный конкурс с интернет-магазином GearBest, где мы разыграем ряд интересных призов. Часть от магазина, часть от нас. И потом будет, спустя некоторое время, еще один конкурс тоже совместный с GearBest. Так что ждите. У тебя ответ готов? Да, 3-0. Google мне это сказал. Замечательно. Алексей Шестеров пишет. Подскажите планшет, который будет актуален 3 года для игр от 10 дюймов до 500 долларов, только не Apple. Возможно, Samsung Galaxy Tab S... Ты пропустил? Я Виталию ответил. Ну, это мой... Джон Маккейн. Ты ответил? У меня почему? Нет. Прошу прощения. Проверь сортировку. Джон Маккейн пишет. Так, а можно? Да, ладно, давай. Алексей отвечу. Я не уверен, что столько будет стоить Galaxy Tab S3, он называется, или Tab 3 просто. Если он будет стоить примерно вот столько, то это будет относительно неплохой планшет на Android. Но хватит ли его на 3 года? Офигенный вопрос. И вам ответил Влад Власов, и нас спрашивали в прошлом флоге, за свои деньги относительно неплохой Nvidia Tablet Shield. Но сказать, что он будет офигеть игровым на 3 года вперед, я не уверен. Всё. Отвечать Джон Маккейн. Джон Маккейн пишет, что ну, уважаемые феррумчане, вы не думали перестать снимать обзоры, а бы быстрее и делать Project X. Ну, в общем-то, на этой неделе так и было, и скорее всего получится так, что у нас будут два флога подряда, кроме флогов. По сути, вот за эту неделю никакого видео и не выйдет. Да. Вот. Поэтому она так и получилась. Дальше Магомед Магваев пишет, давайте сравнение Xiaomi гибриды Sennheiser CX180. У тебя есть Sennheiser CX180? Если кто-то мне их предоставит на неделю, я, в общем-то, быть может, сделаю. Но с гибридами не сравню, они у меня сдохли, а вот с Piston Pro, быть может. Дон пишет, давно хочу узнать, что за микрофон у вас. Ему альвайс ответил. Блю йети у нас. Руслан Пилипчук пошёл кушать борщ. Приятного вам аппетита. И хорошего настроения. Назад где-то, вот, Сергей Шевченко... Не, пусть и сегодня вам будет тоже очень хорошо. Не, ну он же где-то... Четыре дня назад он пошёл кушать борщ, так вот, мы желаем, чтобы четыре дня назад, когда вы кушали борщ, у вас был хороший аппетит. Хорошо. Вот, Сергей Шевченко пишет, давайте быстрее со своим Project X, сколько у вас всего есть, а оно просто лежит на полочках. Надеюсь, этот проект стоит того, мы тоже надеемся, что он стоит того. Да, скоро возьмёмся за работу, наверное. Владимир Хромцов пишет насчёт слабого железа и Meizu на MT60753. Знаю многих людей, которые любят глазами и играют иногда разве что в казуалки, поэтому и ходят с Meizu, а бренды за те же деньги ставят чуть ли не 6735p. И люди берут, короче, есть те, кто играет на бюджетниках и те, кто пользуется аппаратом на Snap'е 820 как звонилкой. Тут уж надо понимать, что многим реально, многим людям не важна игровая производительность. Отсюда, собственно, и бомбардировка в комментариях. Люди тупо не понимают, о чём речь, извиняюсь за длинный коммент. Да, да, многим людям, ну, где я читал такую инфу? Там, по-моему, 30% обладателей мощных смартфонов по ним аж звонят. Жизнь, да, когда ты покупаешь там условно, я не знаю, там, Galaxy S7, чтобы по нему тупо звонить. Ну, да, из-за дизайна. Есть люди, которые не любят, чтобы смартфон тупил в принципе. Им надо, чтобы вот нажал на Skype и он тут же... Тупо звонить, Дим! Не, ну это, конечно, перебор. Ну, в целом я согласен, что не все играют, но мы же делаем обзоры для всех в принципе. И мы стараемся охватить тот спектр аспектов смартфона, который мы считаем важным. И поэтому человек, который смотрит, он может играет, может не играет. И если он не играет, он может просто пропустить эту информацию мимо ушей. Зачем вонять в комментариях потом? Ну, поэтому... А насчет 6753 в Meizu M5s, если я не ошибаюсь. Ну, я все равно считаю, что это эпик фейл. Потому что уже есть на рынке другие процессоры от того же Mediatek, которые наверняка стоят не дороже. В Meizu M3s стоит проц мощнее. И поэтому мне было непонятно, почему в Meizu M5 и M3s процы мощнее, чем в Meizu M5s. Внезапно. Вот, поэтому, да, ну, я тоже не понимаю этого. Ну, маркетинг Meizu умом не понять. Мезу в принципе не понять. Амадеус Моцарт пишет, доброе утро и вам тоже. Вова Бурхай, здравствуйте, ребята. В чем может быть проблема на Nokia 730? После долгого разговора по Skype, кран телефона становится невыносимо горячим. То, что может быть? Ну, как бы... Оптимизация винты, может быть. Да, вот, скорее всего, это она, а горячим он становится, потому что пластиковый корпус, он не отдает тепло, и в итоге оно все идет через морду пытается покинуть телефон, и поэтому, в общем-то, и экран становится горячим. Дальше нам пишет Марк Нахимов, друг Дмитрия Олеговича. Я прочту. После него пишет Алекс Марк. Здравствуйте, дорогие Дмитрий и Сергей. Есть два вопроса. Первый. Хотел ребенку 12 лет купить Redmi Note 3 Pro, но пощупали в магазине, и оказалось, что он великоват для детских рук. Ну, понятно. А вопрос. Что вы посоветуете? Такое же классное, но поменьшее. По габаритам приглянулся Redmi 3. Ну, Redmi 3S, скорее всего, вас полностью удовлетворит. Redmi 4 Pro Prime, ну, Pro Prime. Слэш Prime, он просто во всех магазинах по-разному. Он очень ок. Вот, в принципе. И еще за те же деньги, вот бы знать, сколько он сейчас стоит. Порядка 160 долларов он сейчас стоит. Yumi плюс Е. Он большой. А, точно, он же 5,5, да, я забыл. Ну, тогда и Meizu M3S. Очень неплохой вариант. Я отвечу Марку Нахиму и не буду читать ваш коммент, он достаточно длинный все равно, но в любом случае, спасибо, что вы нас смотрите, спасибо, что, так скажем, терпимо относитесь к моим эмоциональным порой ответам на ваши вопросы. Спасибо за ваше мнение. Возможно, оно, ну, точнее, оно уже как-то повлияло на мое отношение к оптике мобильной. И, возможно, теперь я как-то менее скептически буду относиться к той же второй камере в iPhone 7 Plus, которая, скорее всего, будет и в следующих моделях и так далее. Алекс Марк задает второй вопрос. Сейчас у меня наушники Xiaomi гибрид. Какие можете посоветовать наушники от Xiaomi Meizu лучше по качеству звука, а также беспроводные, как накладные, так и внутриканальные от тех же производителей? Наверное, это скорее к тебе вопрос. Если от тех же производителей, то... Ничего. Полноразмерные, условно, наушники очень хорошие у Xiaomi, они называются Xiaomi Mi Headphones, вот, у Meizu тоже есть наушники, они тоже, типа, как хай-файные, но по качеству они от Xiaomi-шных отстают. По внутриканальным, если вы слушаете музыку через смартфон, то Meizu это, наверное, лучшее, что есть у этих двух брендов, вот, потому что есть у Xiaomi Piston Pro, но они больше для плееров хай-файных. Вот. Ну, вот как-то так. Вообще, вам написал LR360YN Urban Fun Hi-Fi, вот, вот это вот действительно хорошие наушники, они лучше Meizu во многом. И в детализации, и в чистоте звука, и так далее, и тому подобное. Дальше нас спрашивает Артём Каленьченко. Привет, ребята, спасибо за флоги и позитив, красавцы так держать, что скажете про Leeko Cool One. Неплохой себе вполне такой телефончик. Теоретически. 652-й снэп, Adreno 510, оперативки 3 или 4, встроенной 32 или 64. Камера Тринаха пишет 4К. Правда, в 24 фпс, а это факт мой мозг, но это такое. И стоит на Алиэкспрессе... Так, 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 так... 159 долларов. Ну, наверное, ничего. Возможно, получше, чем Redmi Note 3 Pro. В чём-то. Ну, по железу точно. Но там нету ни Джека. А, да? Я, кстати... Ну, у них же во всех новых телефонах их нема. Это, как бы, совместный проект с Кулпадом. Поэтому совсем не факт. А ну, сейчас, фоточки, фоточки. Так, ни хрена не видно. И тут тоже... Ну, в общем, если там есть 3,5... То можно рисковать. В теории. Но это в теории, у нас его на тесте не было. И поэтому гарантировать, что он хороший, мы не можем. О! Есть, чувак! Есть. Одумались. Ляко болеют. Одумались. А болеют? По-моему, одумались. Поправились. Выздоровели. И всё у них теперь будет хорошо. Можешь не сдохнуть. Суммарно можно брать. Прекрасно. Амадевас Моцарт пишет. Флог на той флог, чтобы весело смеяться. Если хотите прям супер-мега-серьёзности, то смотрите новости по ТВ. Это тем, кто возмущается на кривлянии и так далее. Спасяба! Да. Ай-вай, Сурбанфана вам в карманы. Есть. Вы абсолютно правильно поняли насчёт Snapdragon, Novichai и A9. Продолжите мушей. Имеет ли значение омность в наушниках, гарнитуре? О, вот это уже интересно. Ибо раньше не особо заморачивался с техническими характеристиками. Брал обычные внутриканальные проводные наушники. Sony и всё устраивало. Потом понадобилась гарнитура. Схватил первый попавшийся ноунейм ProBass Amix 101 с сопротивлением 32 Ом. И орут басом, что дурные, красивые, волшебные или Омы тут ни при чём. Объясняю. Чем больше Омов, тем больше энергии нужно источнику для того, чтобы наушники звучали. Если источник хреновый, то высокоомные наушники будут звучать намного тише. Потому что он не сможет подстроиться под, в общем-то, Омность наушников. Чем больше Омов для простоты понимания, тем лучше проработка низких частот. И если с внутриканальными это, ну, то работает, то не работает, то с большими накладными наушниками это зачастую вот так вот, как я сказал. Надеюсь, я хоть как-то прояснил вам ситуацию. А Модеус Моцарт пишет, Дмитрий Леонидович Тессы так и так загрязняют экологию, независимо от того, заряжаете вы электромобиль или нет. Так что в любом случае, если заменить половину всех машин с ДВС двигателя внутреннего сгорания на электро, то положительный результат будет я с вами согласен. А я нет. Потому что если будет повышаться нагрузка на сеть электромобилей, у них зарядки как бы очень мощные, если их будет реально много, то нагрузки на электросеть будут гораздо выше. Это значит, что мазуты и угля нужно жечь больше, и в итоге выброса в атмосферу будет больше. Вот. Ну, поэтому тут реально очень спорный вопрос, есть ли смысл в реалиях нашей страны использовать электромобили. Вот. Ну, читай, твоя очередь. А, Виталий Антоненко, Дима Сергея просто хотел поблагодарить за развернутый ответ на мой вопрос под прошлым флогом, успехов во всем, спасибо. Захар Долгов, дорогие обозреватели, стал перед сложным выбором, что выбрать Meizu Pro 6 Plus или HTC 10 Lifestyle. И пока я... Я гугли. А, ты гуглишь, а я пока читаю дальше. Сергей Борисов, приветствую, фирмчане, хотел спросить, ваш Project X с случаем не связан ли с робототехникой и дронами? Заранее спасибо за ответ и побольше флогов. Пока что мы никаких комментариев по поводу того, с чем он связан, давать не будем. Условно он связан с техникой. Условно. Вот. Но, как бы, вы все узнаете, когда придет время. Бешеный Дэд. Почему зеленит айфон? Да потому что это же яблоко, оно еще зеленое. Ну, возможно. Возможно поэтому. Влад. Бест Бест. Подскажите, пожалуйста, что лучше купить? Meizu MX6 или Huawei P8 Lite 2017? Сцена одинаковая. Не знаю, что выбрать. В Meizu MX6 установлен MediaTek, к которому есть вопросы. В Huawei установлен их собственный Kirin, к которому есть вопросы. Исходя из этого, я могу сказать, что эти устройства плюс-минус одинаковые. Единственное, что Huawei в последнее время очень радует по камере. P8 Lite у нас на тесте не был. Но есть надежда, что там камера получше, чем в MX6. Вот, это просто теория. Я сказать, что лучше из этих двух не могу, так как один у нас на тесте был. Если я ничего не путаю, а второго у нас на тесте не было. Вот такие пироги. Богдан Граб. Привет, мужики. Насколько плохая селфи-пушка у OnePlus 3T? Если вам повезет, и она не будет глючить в плане фокуса, что она делает практически постоянно, вот, и это жестко выбешивает, то, в принципе, она не настолько кошмарная, как может показаться, но она просто плохая. Если вы любите фоткаться в условиях плохого освещения, то OnePlus 3T, он не по пути вам абсолютно. Если вам нужна фронталка раз в пять лет, то, в принципе, пойдет. Я хочу ответить. Можно? Да, пожалуйста. На вопрос про Meizu HTC. Внезапно я взял бы Meizu. Почему? Есть... Да, облысение, я знаю. И там тоже, да. Хорошо себя чувствуешь. Да, так вот, слушай. Теоретически, по камерам, возможно, повкуснее будет HTC. Потому что, если я правильно понимаю, HTC 10 фоткал неплохо. Да? Да. Лайфстайл, он особен тем, что у него 652-й снэп. Напоминаю, что в этом смартфоне 2К-экран. Вот. Тогда как в Meizu процессор от Galaxy S7, грубо говоря. И там у нас тоже 2К-экран. На Galaxy S7 был 2К-экран. И этот проц вполне нормально справился с такой нагрузкой. Вот. То есть, по игровой производительности, я так себе думаю, они будут примерно равны. По дизайну, скажу честно, мне Meizu нравится в разы больше. Вот. И единственное, что я не посмотрел, это аккумулятор. Так, тут у нас 3400. А тут у нас... Ну, давай. 3000. По аккумулятору, наверное, будет получше, кстати, HTC. В любом случае, единственное, на что стоит очень сильно обратить внимание, это размер экрана. Потому что HTC это 5,2 дюйма. А Meizu это 5,7 дюймов. С оговоркой на размер экрана я бы взял HTC. Потому что 5,7 дюймовыми смартфонами я, к сожалению, с легкостью не управляюсь. Дмитрий Леонидович, я же не знаю, на чем вы закончили. Флекс? Флекс пишет. Ребята, знаю вашу любовь к смартфонам Meizu, но при этом слышал, что их оболочка вам нравится. А тот коммент, который ниже? Я думал, ты на него ответил. Ткнул на второй. Вопрос такой. Пробовали ли шестую версию? Что думаете? Нет, не пробовали, поэтому ничего и не думали. Извините. Ну, в целом, Серёже, Flyme зачастую нравится, чем нет. Да. Мне нравилась старая версия, новая не нравится. Также Flex пишет. Ребята, Shield обновляется чуть ли не одновременно с Nexus. Он сейчас на седьмом Android и просто там отлично. Они выпустили месяц назад приставку TV на этом процессоре. Об этом я, кстати, сегодня читал. Вот. И по поводу того, что он обновляется, мы об этом не знали. Это были наши смелые предположения. Это была всё теория. Потому что у нас этого планшета даже на руках не было. Никогда. Поэтому это всё было реально пальцем в небо. Да. Гуртовичок Тарас, большое вам спасибо за наводку на возможность установить клонов OLX. А то у меня три профиля. Это хоть и немного, но парит между ними бегать. Я так гугланул на 4 PDA по вашей наводке. И, о чудо, как вы говорите, хорошей вам недели и всяческих успехов. Большое спасибо и вам тоже. Бешеный Dead Mi Max или Redmi Note 2. Что лучше, в игре не играю. Живёт дольше бетону. По-любому Mi Max, потому что железо. Вот, как минимум поэтому. И батарея. И батарея там лучше. Ну, ты же сказал, что живёт дольше. Вот. И всё такое. И ютубчик на вот таком вот экране. Это на плазмате. Да. Лимон82 пишет. Здравствуйте, ребята. Хочу себе тело с хорошей камерой, сопоставимой с Nexus 5X 6P. По качеству фото до 400 долларов. Может, посоветуете такой аппарат с диагональю 5 дюймов. Можно БУ. Айфоны и Lumia не предлагать. Перепробовал шлак. Заранее большое спасибо и удачи вам во всём. Вы пробовали 930-ю Lumia? Не знаю, я не щупал Nexus 5X, а 6P у меня в руках был совсем ненадолго. Но камерой 930-ки я был доволен очень. Может, человеку софт не нравится. Ну, почему именно iPhone и Lumia? А скажи, пожалуйста, Дим, ты не помнишь приложение Lumia камеры? Да. Там очень всё настраивается. Да. И оно одно из самых удобных я до сих пор так чула. Ну, если так, ну, возможно, так, 400 баксов, 5 дюймов, ну, возможно, Xiaomi Mi 5, Mi 5S, но я не уверен, что это уровень Nexus 5X. Ну, на самом деле у Nexus'а насколько... Ну, у Galaxy S6. Я сравнивал. У Nexus'а динамический диапазон просто в разы шире. Там настолько картинка, вот ты на неё смотришь, и слюна течёт. Я до сих пор вот не видел. Может, за этой картинкой стоял борщ? Нет, он за этой картинкой пах. Вот. Пах. И вот и слюнитики. Ну, если вам нужно что-то приблизительно, то Mi 5, Mi 5S, OnePlus 3, это плюс-минус где-то рядом. Но это вряд ли будет то. И Galaxy S6 BU точно. Ну, да. Но мы не... Ну, с шестёркой я, по-моему, или с семёркой я сравнивал. Там, конечно, есть куда расти. Вот. Но ни 5S, ни Mi 5, ни OnePlus мы с Nexus'ами не сравнивали. И поэтому я не могу сказать, насколько они близки. Вот. Но, во всяком случае, вы теперь знаете три телефона, в которых камера хорошая продолжит. TheReyco 3000 пишет. Спасибо за флог. Пожалуйста, TheReyco 3000. Y Mazur. Нужен телефон с хорошей камерой. Насколько камера Samsung Galaxy S7 лучше, чем Xiaomi Mi 5, Mi 5S, ZOOG Z2? Стоит ли переплачивать за Samsung? Или, может, ещё посоветоваете какой-то телефон, кроме вышеупомянутых, с хорошей камерой? Samsung, я могу сказать, чем он хуже. Это постобработка. Они очень сильно вытягивают цвета и накручивают контурную резкость. Меня это жёстко бесит. Вот. А насколько они лучше, мы не скажем, потому что... Прямого сравнения мы не делаем. Да. Но, как нам показала наша практика, Mi 5 от Galaxy S7 на ранних прошивках одного и другого не очень далеко упала. Да. Вот видео Samsung пишет значительно лучше, а по фотографиям разница практически ноль. Тогда, давным-давно. Я думаю, Samsung вылезали, и сейчас картинка вообще персик. Ну, из всех этих, наверное, либо S7, либо какой-то из Xiaomi. Mi 5. Потому что там оптическая стабилизация есть. Зуб всё-таки чуть-чуть похуже. Зуб всё-таки чуть-чуть похуже. Владимир Ивасина пишет. Я, когда я его поюзал, просто топ. Машина уже вроде и старая, но крутости своей не потерял. PS Rockstar. Плохие ребята. PSS. Лучшие обзорщики. Большое спасибо. Спасибо. Гена Имко пишет. Просто Meizu для взрослых людей, которые оценят качество материалов, плюс дизайна. К примеру, Xiaomi Mi 5 даже подарит стыдный и упакован, как в коробке из-под обуви. Очень смешно, особенно учитывая то, что в последнее время Meizu и Xiaomi пакуются практически одинаково. И у них дизайн даже внутренности упаковки идентичен. То есть ты поднимаешь смартфон, там бумажки, снимаешь бумажки, вытаскиваешь маленькую коробочку. В ней с одной стороны зарядка, с другой кабель. Вот, и оно у них идентично выглядит. Поэтому, ну, получается, что Meizu тоже поставляется в коробке из-под обуви. Вот, я не знаю, за что вы боретесь. Ваши танчики позор для мужчины. Родину, если понадобится, будете защищать со смартфонами в руках? Нет. Вот, стреляйте на охоте, ходите на рыбалку, и Meizu вас полностью устроит. Вам успеха, смотрю постоянно. За последние слова спасибо. А играть в танчики, это возможный позор для мужчины. Но, вообще-то, это еще и часть нашей работы. Как бы, извините, ну хорошо. Допустим, танки говно. Я... Хорошо, окей. Но, а нам надо тестировать игровую производительность телефонов? Надо. По-любому надо. Как это делать? Антутушками? В антутушках... Че там у нас? Huawei Mate 9 набирает 100 тысяч попугаев, да? OnePlus 3T набирает 130 тысяч попугаев. Но при этом в производстве... То есть, цифры, ну, почти одно и то же. То есть, 90-100, вот там, где-то у Huawei, я не помню. И 130 у OnePlus. Но, по факту, они отличаются в производительности. И синтетические тесты этого, как правило, не покажут. Поэтому, ну, окей, у каждого свое мнение. А по поводу стреляйте на охоту? Замечательное занятие убивать зверей. Которые вам, в общем-то, ничего плохого не сделали. Ну, не, ну, чувак. Ну, ты же на рыбалку ходишь? Ну, ты же убиваешь рыбку, которая тебе ничего не сделала? Ты знаешь, я последний раз был год назад где-то. И мы ни хрена не поймали. А если бы поймали? Ну, да. Ты бы убил рыбку, которая тебе ничего не сделала. Согласен. Я тоже плохой мальчик. Хреновый гринписечка. Да, да, да. А я отлично, я на рыбалку не хожу, я не понимаю этого три часа тупить удочки, ждать, пока там что-то булькнет. Ну, при всем, может, эта трата времени неадекватная. Поэтому мужики там обычно водку пьют. Да, вот. Если я хочу попить водки, я иду пить водку, а не на рыбалку. Вот. А стрелять в животных, да, я тоже этого не совсем понимаю. Вова Лосев спрашивает, что за книга лежала на столе. Это шкатулка, она выглядит как книга, и лежала она на столе, потому что белый кабель немного портил бы наш логотип, который мы вставляем в угол. Который тоже белый. Да. Лакшери Watch Sale пишет, люблю смотреть флог и всегда поднимает настроение. Спасибо. Спасибо. Планшет. Там был Лакшери Watch, теперь планшет. Планшет А7 Lenovo пишет, Z7 Max, Z7 Max уже от 201 на Али. Хорошо. Зато Mi 4C в любом ближайшем магазине разве нет? Хатлайн среднюю цену одинаковую показывает. Всех благ. Хорошо. Окей. Грегор Икс пишет, что мы классно подперли провод книжкой. Спасибо. Либо... В моем это было мое изобретение. Да, 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 да. Петр Черненко. Скорее пора добавить интерактива путем установки большого ТВ с экраном. Да. Есть очень серьезные мысли на этот предмет. Мы с Димой поговорим за кадром. Если что-то нарешаем, мы обязательно вам об этом скажем. Да. Евгений Конев. Димка Сергея, здорово. Всех вам благ. Смотрю вас уже давно. Вы самые позитивные. Никогда не меняете это. У меня тяжелый выбор. Помогите. Есть бюджет 350 баксов. Стоит выбор между Xiaomi Mi Max 64, Xiaomi Mi 5 64, Moto X Style, ZOOC Z1. Помогите выбрать. Обязательно нужно встроено 64 гигабайта памяти. Две симки, автономность очень сильная. Господи. Там еще есть. И процессор, чтобы тянул почти все, что нужно. Игры, кучу приложений, редакторы типа C++. Жду вашей помощи. Благодарю заранее. ZOOC Z1 забудьте. На международной прошивке под названием SayanogenOS он работает, ну так скажем, с претензиями. Moto X Style у нас на руках не был. Я прокомментировать ничего не могу. Xiaomi Mi Max или Mi 5 однозначно Mi 5 в чехле. Вот. Потому что он будет работать гораздо быстрее, если вам производительность и шустрость всех процессов. Moto X Style не берите. 808 снэп. Mi 5 однозначно. Да. Mi 5. Владимир Сич. Но автономность там не адская. Из этого всего по автономности Mi Max. Или ZOOC. Но он тоже по актуальности железа уже где-то там далеко-далеко. Ну, Владимир Сич. Сыч. Сыч. Молодцы. Так держать и держитесь там. Спасибо. Есть. Дмитрий Подушин. Здравствуйте. Подскажите, что лучше взять ZOOC Z2 или Redmi 4 Pro Pro игр не нужны. ZOOC Z2 все равно. Нет. Почему? Мне все равно. Если вам нужна конская автономность, то Redmi 4 Pro. А если вам нужна нормальная камера, то ZOOC. То ZOOC. А если вам нужен не очень хрупкий корпус, то Xiaomi. Вот. А если вам иногда все-таки надо игры, то ZOOC. Хорошо. Потому что если через годик, два, ну вот что-то вас переколбасит, и вам захочется во что-то поиграть посложнее Angry Birds'а, то что там, Redmi 4 Pro, ну... Такое. Да. Вот. А вот ZOOC Z2 вполне себе ничего. Кстати. Вы узнали главное достоинство и недостатки обоих смартфонов. Решайте. Да. Виталий, здравствуйте, Дмитрий и Сергей. Хочу поблагодарить вас за шикарный обзор и очень позитивные флоги. Спасибо. Благодаря вам сменил свой последний смартфон Xperia J на Xiaomi Mi 5S. Очень рад этому смартфону и пожелать вам дальнейшего развития канала. Много подписчиков. Удачи во всем. Спасибо. У меня пару вопросов. Один. Пользовались ли вы наушниками бренда Beats и стоит ли их покупать? Beats... Это как мода. Понимаете? Вот если вы хотите именно наушники от Beats, то можете покупать наушники от Beats. Вот. А в целом они своих денег... Ну... Это моё личное мнение. Они не стоят. Есть гораздо лучше варианты. Вот мне интересно, стоит ли обращать внимание на график разряда батареи у Xiaomi Mi 5S. Просто он у меня какой-то странный. Разряд батареи по графику с перепадами. И как проверить, нормальная ли батарея стоит. Но, в принципе, он будет вот такой вот линией, только если телефон зарядить, положить и всё. Вот тогда. И при этом там не должно быть никаких аккаунтов, то есть, чтобы ничего не обновлялось. Фейсбука обязательно не должно быть. В никаком случае. Они обязательно не должны быть. Ну, да. Вот. И тогда это будет линия. А если вы пользуетесь, как только вы включаете экран, сразу энергопотребление растёт. Вот. И поэтому у вас идёт вот такая вот ступенька. Ну, это нормально, в принципе. Вот. Да. Дальше нам пишет Роман Мамро. Который, кстати, у нас выиграл что? UMI Z. Поздравляем его ещё раз с победой. Нормальные, недорогие блютуз наушники. QY8. Звук вполне нормальный. Работает как гарнитура, так себе. Но терпимо. Упаковка и комплект очень хорошие. В ушах сидят хорошо. Заряда хватает надолго. Стоимость 20 баксов на Алиэкспрессе. Спасибо. Будем знать. Иван Лукашев пишет. Сделайте обзор на Huawei P9 Lite. Маловероятно. Если нам его прямо вот в руки дадут, то да. А так брать не будем. Никто, здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, что лучше? Urban Fun Hi-Fi? Именно High. Именно High. Или Xiaomi Hybrid Pro. По дизайну однозначно гибриды. Но звук в приоритете. Я за Urban Fun. Вангую. Давай. Давайте вы сначала напишите, через что вы будете слушать. Нет. Короче, я отвечу сразу универсальным ответом. Если вы слушаете через смартфон, у Urban Fun и по-любому. Если вы слушаете через какой-то плеер крутой, то гибриды вам, в принципе, могут понравиться. Потому что у них очень высокая, так скажем, точность проработки средних и высоких частот. Вот. Вот как-то так. Ну, читай дальше. R360YN. Бред по поводу Nvidia Shield K1 мы уже догадываемся. До сих пор обновляется, имеет Antutu 96000 попугая с Android 7. Так что побыстрее Snap 650 и тянет ваши гребаные танки на максимальных настройках. Так что полная дезинфа с вашей стороны. Вы уже поняли. 2 гига большой разницы не имеет. И в следующем году будет тоже актуален. Потому что больше нифига нет на таком уровне цена-качество. Хорошо. Мы хотим договориться с вами наперед. Мы практически ничего не понимаем в ноутбуках. Поэтому, как правило, мы людям говорим, как правильно искать самому. В планшетах и смартфонах мы немного шурупаем. Но если мы не совсем уверены в том, что мы говорим, мы, как правило, так и говорим. Что мы не уверены. Вот. И я почти уверен в том, что мы так сказали. Если мы не сказали, окей, камни в наш огород. Абсолютно оправданы. Но мы не помним, не знаем, не юзали Nvidia Tablet Shield K1. Леонид, давай. Леонид Лисак. Здравствуйте. Я являюсь пользователем смартфона Samsung Note 4. Посоветуйте, стоит ли переходить на S7, S7 Edge или взять iPhone 6 Plus или 7. Надоело кидало вас прошивками от Samsung и TouchWiz. Добра вам и миллион подписчиков. Спасибо. Логи и обзоры. Супер. 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 И TouchWiz в целом, то Кэп намекает, что братья S7, S7 Edge это самоубийство просто. Это издевательство над собой. Поэтому, да, берите iPhone. Но если... Но не 7. Ну почему? Ну, чувак, он быстро работает. Он красивый. Да, в нем элеофобка такая. Да, в нем нет 3,5. Например, я за 3,5 почти скучал бы. Но... А мне уже пофиг. О-о-о-о-о-о-о. То есть, если бы я был сильно охренеть меломан, я думаю, я бы потратился на нормальный плеер. Вот. А-а-а-а... Что еще там из плохого? Все. Камера странная. Камера немножко странная. Но она не плохая. И она не хуже, чем в Samsung. Возможно Но мы не сравнивали Опять ли они для Исааковича? Нет, Влад Мишта пишет Влад Мишта нам пишет Bluetooth наушники до 20 долларов UCYQY8 Они действительно классные Все мои знакомые, которых интересовали Bluetooth наушники, купили их После того, как я им их показал И дал послушать, выглядят не очень Но звук хороший И часов 5-6 играют Нашел их случайно Искал дешевую гарнитуру, пользование в машине Теперь пользуюсь Ими везде Так как звук очень даже ок Вот и зашибись За сторонние звуки Которые вы возможно слышите, приносим извинения У нас за стеной кухня Да, голодные животные Пошли жрать себе Греть себе жарку Владимир Волоков, здравствуйте, смотрю ваш обзор И в влоге Замечательное отношение к людям в офисе То, кто там громко сейчас гавкает Грязное животное Я не понял Здравствуйте, смотрю ваши обзоры и влоги Очень нравится так держать Всего вам хорошего Хочу взять ZOOG Z2 332 На 155 долларов Плюс наушники у Banfan Что скажете? Да, там был Redminus 2 Prime Хочется что-нибудь меньше Но лучше Заранее спасибо за ответ В принципе ZOOG Z2 Выбор одобряю Urban Fan Hi-Fi Выбор одобряю А я бы докинул 15 долларов Взял бы 4.64 Вам эти 15 долларов Ну, я конечно не знаю уровень вашего дохода Но то, что это продлит Период, когда вы будете в восторге от своего смартфона Годика на пол Это точно Поэтому я бы доплатил А так Супер Даня Шонья Пишет Вы позитивные Подняли настроение Удачи Большое спасибо Дранс 122 Ребята Темп держите вонь Я досмотрел предыдущие Уже 3 дня Как следующий Выложим Так круто у вас получается Спасибо Ты так как-то прочитал Звучало Там держите вонь Темп держите во Вот Вот И дальше он же пишет Сделайте пожалуйста Сравнительные обзоры Или лайфхак По выбору И особенностям Стекол Какие особенности они имеют Что может огорчить После получения Как Нилкин На какие детали обращать внимание И чем могут быть плохие Хорошие стекла Урбан фан Да То самое Я этого всего не знаю Как показал опыт Даже Нилкин Это лотерея Вот И они могут подсунуть Что угодно Есть люди которые покупают Условно безбрендовые стекла О которых я слышал впервые Я им привожу Спрашиваю Ну что как Мне же надо на Алиэкспрессе Отзывы оставить И говорят Огонь Бомба Алиофобка Прилипла Все нормально Вот Поэтому тут реально Тупо лотерея И гайд Поэтому делать Ну это Это неправильно Потому что то стекло Которое приехало к нам Оно может быть лучше Чем то Которое приедет В итоге к вам Вот Волк Геннадий пишет Какой телефон Лучше по цене Качество ППТВ Кинг 7 Или Xiaomi Redmi 3S Redmi 3S Является бюджетным устройством От Известного Пускай кому то не нравится Но Нами проверенного И Хорошо зарекомендовавшего себя Бренда Xiaomi За который мы суммарно Ручаться можем ППТВ Кинг Что это? То есть Мы про него Слышим неоднократно Я характеристики читал Телефон вроде бы Как на самом деле Неплохой Но что такое ППТВ? Я про него Впервые услышал Месяц назад Когда нам впервые Задали вопрос Про ППТВ Кинг Я бы Не рекомендовал Покупать Китай Про который Вы никогда Раньше не слышали И Про который Не слышали Даже люди Которые в этом В том В той или иной Мере плавают Мы в этом деле Плаваем Я раньше Не слышал Про ППТВ Кинг И Если бы Мне даже Очень хотелось Купить его На обзор Я думаю Меня бы Дима Отговорил Со словами Чувак Мы его потом Хрен продадим Да? Вот Поэтому Я вам Не рекомендую Покупать Этот странный Смартфон Потому что Кроме того Что мы сказали Под вопросом Аксессуары Очень сильно И ремонт То что По гарантии Его не будет Это понятно Я имею ввиду Детали Попробуйте Найдите На Xiaomi Найдете без вопросов И на Алиэкспрессе И у себя В городе Наверное даже По ПТВ Сомневаюсь Меня в этом вопросе Больше смущает То Насколько быстро Он сломается И насколько быстро Вам придется Эти детали Искать Вот Поэтому Тут уверенности Вообще Никакой нет У нас Дольше всего Провалялся Xiaomi Mi 5 Год Мы им пользовались Иногда Год Чувак Ну почти Хорошо Мы его продали После нового года Жесть Аж стыдно даже Чего? Немножко Так он И в сравнениях Я понимаю Обзор По тему есть И причины Ну не знаю А че стыдно Ну долго Лежал Так он по моему Он последние Наверное Ну месяца Три-четыре Ждал вот этого Сравнения Да И ушел Сразу Нормально Ну ладно Короче Суть в том Что Xiaomi Говна не делает У нас Слава богу Все с ними Были хорошо Raiden Ну как Mi Band Был один Ну да Хреновенький Raiden Shire Embrace Пишет Всем приветствовать Вопросов Следующий Не нашел обзора На Meizu Pro 5 Хочется именно ваш Так как доверяю вам В большей степени Можно было бы Хотя бы узнать Ваш комментарий К данному вопросу Но если бы он Попал к вам в видео Счастью Не было бы предела Meizu Pro 5 Уже попробуй Где найди Вот Его не так просто Купить Не на куликулах И бангудах Есть А ну Быть может Где-то на складах Но только цена Ну Я бы не знал Да Вот И в целом Я так помню Что очень многие писали Что это едва ли Не последний адекватный Смартфон Который Meizu выпустили За Несколько лет Вот Последних Вот И поэтому Наверное Его бы можно было брать Если бы Он был реально Доступен В свободной продаже Да Но Это теория Теория Это теория У нас его на тесте По-моему не было У нас Нет У нас его не было На тесте Я хотел сказать Что за эти деньги Вы скорее всего Легко и просто Найдете Что-нибудь от Xiaomi С аналогичной Диагональю экрана И более высокой Производительностью И возможно Чуть-чуть хуже Камеры Там какой-то Нафуфыренный ЦАП был Я помню Ну ок Либо Есть еще В продаже Meizu Pro 6 И Meizu Pro 6s И точно есть Meizu Pro 6 Plus И по-моему В последнем ЦАП тоже есть Вот И там тоже Хорошие экраны Он тоже красивый И вот это вот Все Я бы не рекомендовал Сейчас покупать Смартфон В Какого То ли Очень Раннего 2016 То ли Очень Позже Позже 2015 Года Это очень Рисково Она Делать За Сколько За 6 дней До весны 2017 Meizu Pro 6s Mi5 Ну чувак Это 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 Комьюнити Это 820 Снэп Это Прошивки А не Процессор От Galaxy S6 Если я не Ошибаюсь Вот Это Ну Прошивка Это тьма аксессуаров на Mi 5 Я не знаю, может на Pro 5 тоже есть Но что-то я сомневаюсь Это камера Это камера, точно проверенная нами хорошая Не знаю От On и ZOOC Это два обалденных смартфона условно 5-дюймовых До 220, скажем, баксов Тогда как Meizu, ну, вопросы вызывает, скажем так Drown122 дальше пишет Поменяетесь местами Уже не помню, когда наоборот сидели Дан Когда? Я не знаю Ну, чувак, я тут сижу Ну, месяц, наверное, с этой стороны Я уже не помню, когда я там сидел Мы, по-моему, вот когда еще Про нашу грядущую распродажу техники говорили Вот я там сидел Когда это было Я тут сидел, я ее выгребал А, это последний раз был Ну, короче, ладно Если мы менялись, хорошо Хорошо, у нас провал в памяти Владимир Басюк Привет вам, парни И шоб Ерпес вас обходил стороной Спасибо Надеюсь, Сергей Владимирович уже здоров и бодрый рвется в бой Да, уже выздоровел Вы уже пару флогов Последних рекомендуете за ТЕ Нубия За 7 макс, за 110 баксов Я решил посмотреть, что это за существо И нашел на просторах Алиэкспресс Аж целых три предложения Они все больше 200 Ну, видимо, на Алиэкспресс На Алиэкспресс уже выкупили, что его покупают хорошо И подняли цену После того, как человек 50 сделали обзоры на этот телефон Вот, и народ потянулся Да, и подняли цену На Gearbest его нет А на Banggood был за 120 баксов Белый, но уже нет На LX много есть И стартует цена от 3200 до 4000 гривен Это так Цены подскочили на них Или просто они заканчиваются на складах И в Китае уже нереально взять И нас всех спасет у LX Где они есть по 110 баксов В чем, правда, брат Как говорили в одном небезызвестном фильме Спасибо за ответ Ну, видимо, да Их начали разгребать активно И вообще, этот смартфон Если я не ошибаюсь С трехлетней давности Потому что там 801 снег В прошлом году Году 820 В позапрошлом 810 Да, это получается Ему больше трех лет И поэтому его как бы нигде В огромных количествах и нет Да, остатки Не после того, как люди увидели Что его реально за копейки можно купить Видимо, народ потянулся разгребать И продавцы решили На последнем десятке телефонов Которая лежит на складе Нажиться Ну, вот так вот Ну, в принципе, за... Ну, что они, кстати, имеют полное право Да, 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 да За 3200 на Али В принципе, можете брать Это не колоссальная переплата Ой, за 3200 на OLX Можете брать Это не колоссальная переплата По сравнению со старой ценой На Алиэкспрессе И плюс вы получаете телефон Максимум через 3 дня А не через месяц-полтора Вот Поэтому, я думаю, за 3200 на OLX Можно покупать А можно докинуть Какой там проц? 801? И 120 было Когда ты про него рассказывал А можно докинуть 40 долларов И может взять Redmi Note 3 Pro На более актуальном процессоре Который будет поддержаться Производителем Я думаю, дольше Чем это уже не совсем свежая луби Алексей Жилов и Форест Задают вопросы тебе Алексей пишет Мужики, камеру OnePlus 3T пофиксят? Или все же тройку просто брать? Я про фронталку Все же тройку просто брать Раз, два, три, четыре, пять Ну, а Фокест Фокест Пишет Привет, очень нравится, что вы делаете Вопрос такой Хочу купить внутриканальные наушники от Xiaomi Какая модель самая лучшая? Цена не важна Из того, что Xiaomi выпустили для смартфонов Самая лучшая это Mi Quanti Для плееров, наверное, Epistone Pro На этом ваши вопросы Под предыдущим выпуском флога Заканчиваются И мы открываем наши социалочки В Facebook и ВКонтакте Отвечаем на ваши вопросы И спод оттуда начнем Из Facebook На Facebook у нас аж один комментарий Правильно? Один Написал его Владимир Чупров Я надеюсь, правильно прочитал фамилию Здравствуйте, ребята Спасибо за ваши шикарные флоги С прошедшими вас праздниками Возникает вопрос Так и остро стоит проблема Которая заключается в том Что яблочные аппараты Не особо стойко переносят морозы Если да, то как помочь Своему боевому товарищу Пережить вылазку на мороз И пару коротких звонков В суровых условиях И второй вопрос Если не брать во внимание Водостойкий iPhone 7 В дождливую погоду Высовываться с аппаратом Строго упакованным Спецчехол Дабы не отправить его На больничную койку Заранее Спасибо за ответ Удачи Разряжается очень быстро И ключит на морозе Не только iPhone И вот Это касается всей техники Например, на OnePlus На морозе Очень плохо работает Автофокус В чем я убедился И Huawei Mate 9 То же самое Вот Поэтому А Xiaomi похрен Проговорили Так вот И это касается Большинства техники Это связано с Наверное Какими-то там Электрохимическими Процессами в аккумуляторах И всеми прочими Моментами Ну Так в принципе Да В дождливую погоду Без Какого-то Суперчехла Высовываться с телефоном На улицу Нежелательно Вот Потому что Его можно промочить Но я Под дождем По iPhone Неоднократно Варил Вот И вызывал такси И так далее И тому подобное Покажу Мы переходим К вашим вопросам Под записью Вконтакте И первый комментарий Оставляет Содик Касимов Что взять iPhone SE Или Mi 5S Такой Опрометчивый вопрос Вы кассет принесли Конечно Сейчас будем решать Mi 5S iPhone SE Вот и хорошо А если серьезно То подумайте Каких размеров Вам нужен телефон Если вы хотите Суперкомпактный аппарат То наверное Лучший SE Если вам нужен Полноразмерный Смартфон То наверное Mi 5S И еще Надо подумать На тему Принципиален ли вопрос Открытости Закрытости Системы Нужно ли вам Две сим-карты Как часто Вы хотите Обновлять телефон То есть У вас есть Там бюджет Например 500 долларов И все И это навсегда То взять Айфон И пользоваться Им очень долго Или возможно Разделить эту сумму На несколько покупок То есть Сейчас купить Mi 5S И эти деньги Останутся Через год Там выйдет Новый какой-то Тот же Xiaomi Этот продать Доложить Остаток Взять новую Модель За эти деньги Есть очень много Моделей Дима выбрал Первую Я выбрал Вторую Степан Демьяненко Посоветуйте Умные часы До 6000 А Бодя Ой Ой Ну отвечай уже Ну до 6000 Безымянной валюты Мы ничего посоветовать Не можем Да А Бодя Мильшин Спрашует Посоветовать ему Bluetooth наушники Дешевые Там В комментариях Под флогом Все советовали QCY QY8 Булат Мубаракшин Пишет Что лучше Meizu М3S Или Redmi 4 Pro Redmi 4 Pro Да По камере Возможно Meizu Ну не факт Ну не факт Дмитрий Крутинь Привет ребята Хорошего вам настроения И не болеть Спасибо Хорошо Заказал себе Meizu M5 Note В бело-синем исполнении В игры не играю Разве что в какие-то головоломки легкие Хватит ли мне его на 3-4 года Или он будет лагать через год И придется продавать Ну вот Чуйка вам подсказывает Нет Через 3-4 года Точно 100% Вот Но Как пользователь M2 Note В свое время Я могу сказать Что дай бог Чтобы вам его хватило Хотя бы на 2 Ну вот Дальше Данил Ре Принцев Пишет Здорово Как у вас дела У меня дела неплохо Я почти Выздоровел У тебя как дела? Я жив И это хорошо Я купил себе Fio Что-то X5 второго поколения И теперь Я Хэппи Шоу Вообще Вот Как вы относитесь к смартфону Meizu U10 Желаю вам удачи Большое спасибо К Meizu U10 Я отношусь Что он красивый Все Я его в руках не держал Да На рендерах он красивый Скажем так Владимир Лосев Ребята Что-то совсем мало контента от вас стало Когда запустите свой Project X Удачи вам Чтобы он банфан стоял И T3 И T5 были Ну Туги которые Да Т3 Фу Т3 Господи Контента мало стало Вы правильно понимаете Потому что Во-первых Project X Во-вторых Сергей Владимирович болел У меня там тоже были Некоторые личные вопросы Которые Немного прерывали Мой производственный процесс Я надеюсь Что за следующей неделей Уже чуть-чуть Побыстрее Все дело пойдет В плане контента Да Максим Носков Привет вам Удачи Успехов Дальнейших И видосов Побольше Вопрос А какая камера Все-таки Стоит в iPhone EyeSight Это я так понимаю Бренд Но кто ее производит И кстати У меня на Седьмом Камера не зеленит Может это Особенность Вашего аппарата Я не знаю Какая камера Там конкретно стоит А на предмет Того Особенности Конкретно Нашего аппарата Максим Который от нас Давным-давно Уже в принципе ушел Купил себе iPhone 7 Plus И у него Камера имела Точно такие же приколы Да То есть Это не только Наш экземплер Владимир Грибков Парни привет Будет ли у вас На обзоре Смартфон На Xiaomi Процессоре Всего хорошего Вам и вашему себе И хорошо Зеленявость Замечается В сравнении С чем-то То есть Так Да Абсолютно В принципе окно Когда ты знаешь Как оно должно быть Бы Наверное Вот То Ты понимаешь Что там что-то не так Просто Вы можете Например Посмотреть Наши сравнение Айфон Айфон Сазук Зат 2 И Мейзу Про 6 Так вот На Зуке Еще не помню Насколько Хорошо Видно А вот На сравнении С Мейзу На сравнении С айфоном 6s Видно Просто Замечательно Особенно По фронталке Там у Сережи Цвет лица Какой-то Вообще Неестественный Вот 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 так вот А теперь Владимир Грибков Что там у нас Спрашивает Будет ли обзор Смартфона На сиомишном Процессоре Возможно Да Возможно Да Вот Мне бы было Интересно Во всяком случае Так Илья Тикус Пишет Привет Когда Project X И Новая Картинка Вместе С Панасоник Чешет игре А может Пять Удачи Project X Планировался На Начало Марта Но мы так чувствуем Что Но нет Мы решили Как это сказать Позже Лучше Позже Но лучше Чем Раньше Но Но Хуже С вопросами Вот Поэтому Я надеюсь Что просто В марте Думаю В конце Панасоник GH4 После продажи Вот той вот Милой камеры Вот И возможно Вот этого Прекрасного Айфон 7 Потому что У нас останется Мой прекрасный Айпэд И замечательные Айфоны Съет Дмитрий Леонидович Это в кармане Вот Супер Нужды В семерке Уже нет Хотя Если нас Не переклипает И мы не захотим Сравнивать Семерку С грядущими Самсунгами И всем остальным И с восьмеркой Когда она выйдет Вот Вот если нас Не переклипает Мы ее продадим Если переклипает То оставим Да Потому что Мы такой вариант Тоже рассматриваем Так Source of inspiration Он пишет Привет Но 4К камера В приоритете Возможно Семерку продавать Не будем Просто доложим Из кармана Привет парни Спасибо вам За ваши обзоры Пожалуйста Всегда перед покупкой Смотрю ваши обзоры Так как все Информативно Описывается Спасибо Очень приятно Лучший техноканал На ютубе Спасибо огромное Вопрос такого Стоит Господи Выбор Между Mi5 64 И ZOOC Z2 В первую очередь Важна автономность Помогите определиться И заранее Спасибо Если я не ошибаюсь То Во-первых Есть Mi5S У него точно Автономность Лучше Но в Mi5 И в ZOOC ZOOC Она по-моему Плюс-минус Одинаковая Да Абсолютно Так Дальше Максим Селивоник Пишет С прошедшим Вас праздником Вопрос Кому что Подарили На 23 Число Никому Ничего Не дарил Никого Не поздравлял Вопрос Политический Вернее Вопрос ответ на ваш вопрос будет политическим поэтому я на него отвечать супер развернуто не буду да, Дима Бодовский пишет, здравствуйте, подскажите что лучше взять Meizu M3X или Meizu Pro 5 в приоритете камера и автономность Pro 5, да если автономность я не уверен но камера в Pro 5 наверняка поинтереснее Sopar Sajunov интересует Mimax 2 нас тоже Александр Болл, ты понял вопрос? нет вот и замечательно, потому что это что интересует мне Mimax 2 окей Александр Болобан пишет, актуален ли iPhone 6 в течении года? Нет нет, забудьте Вова Бондарь, можно ли две одинаковые Bluetooth-колонки подключить к одному смартфону без кабелей? у JBL есть фишка да, там через приложуху можно подключать несколько колонок они будут работать как условно стереопара вот, а все остальные хрен его знает надо смотреть обзоры надо экспериментировать вот, потому что у нас как бы таких знаний нет Саша Шолойко пишет добрый день всегда смотрю ваши флоги и обзоры молодцы спасибо купил вчера Xiaomi Redmi 4X Grey расскажите, что думаете о новинке и выбор и выбор мой верный значит телефон красивый все Redmi 4X подожди а, Redmi не Note это Redmi 4 Pro или Prime в увеличенном корпусе и с большим экраном это Redmi Note 4 а Redmi 4X вообще такое есть? ну вот, я вот я нашел Redmi Note 4 а Redmi 4X чё тут не так? ну, наверное, это Redmi Note 4X Redmi Note 4X это Redmi 4 Pro только больше вот в принципе, наверное, телефон очень даже ничего да Владимир да Владимир Хромцов привет, ребята есть предложение Newsmaker'а Body по результатам его работы премировать нормальным смартфоном а то у него вообще какое-то китайское непотребство непорядок, товарищи обозреватели мы подумаем вот ну, я вам вышлю, в принципе, свой почтовый адрес пересылайте, мы перенаправим это на правах не надо распоряжаться чужими деньгами а вообще Body молодец без вопросов Body красавчик работает безумно активно вот, и благодаря нему у нас в группе постоянно есть новости постоянно новый контент это ей жизнь поэтому мы ему безумно благодарны Александр Шкуренко пишет есть хорошие варианты смартфона за 100-120 долларов чтобы не Xiaomi или Meizu не так давно был ZTE Nubia Z7 Max но уже его за такие бабки не купишь да в Китае во всяком случае вот а вообще хороший смартфон за 100 долларов смотря что у вас понимается под понятием хороший да ну в любом случае бибренды китайские по сравнению с Xiaomi в том же ценовом сегменте они проигрывают по всем параметрам и по камерам и по железу возможно не проигрывают по автономности некоторые представители вот и возможно для некоторых которым хочется что-то похожее на Samsung тоже по дизайну не проигрывают а так по железу по начинке по софту там конечно все очень далеко поэтому тут зависит от того насколько хороший смартфон вам нужен Ярослав Шилов привет ребята на сегодня вопросов нет вы лучше так держать молодцы спасибо вам большое дальше идет в принципе диалог людей между собой да на этом все ваши вопросы под записями нашими кстати посмотри там ничего не отвалилось нет замечательно все привалено под нашими записями пацаны задавайте свои вопросы вопросы закончились вот про новости рассказали про жизнь фирмком который как бы не очень бурлила на этой неделе тоже с вами поделились в принципе на этом все сегодня у нас был какой кстати хоть по очереди давай хоть в конце выпуска скажем сорок шестой шестой на этом сорок шестой выпуск влога на фирмком заканчивается спасибо большое что вы нас смотрите спасибо большое что вы оставляете свои комментарии лайкаете и делитесь нашими видео со своими друзьями это действительно очень важно для нас и очень сильно нам помогает кстати посмотрите пожалуйста мой обзор Huawei Mate 9 это он за неделю набрал всего 12 тысяч просмотров а я над ним так потел так потел обидно большое вам еще раз за все спасибо и желаем вам мы хорошего настроения вкусного борща спокойной ночь отличной шарлотки продуктивной трудовой недели дабл чизбургер меню вам в желудок Сережа очень сильно хочет кушать я так вижу с ума скажу просто позитивных выходных продуктивно какой позитивных выходных продуктивной рабочей недели я это уже говорил а ничего страшного хорошо на вкусного борща ха-ха-ха короче пускай у вас все будет хорошо и у вас все получается и все вас поддерживают и понимают да чтобы у вас все было и вам за это ничего не было да с вами были Дмитрий Луценко и Сергей Шихайлов всем спасибо за просмотр пока пока